Первый заместитель губернатора Неницкого округа Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор Александр Бебенин встретились с жителями Коткина. Они озвучили самые главные болевые точки в жизни села. О том, что больше всего волнует каткинчан и будут ли приняты решения по озвученным проблемам, расскажет Любовь Пермякова. Проблем у сельчан накопилось много. Одна из них касается электричества. Дело в том, что в поселке Ветхая линия электропередачи. Со своей главной функцией нести свет в дома людям она давно уже не справляется. Население у нас пусть немножечко растет, дома строятся, естественно увеличивается энергопотребление. И в зимний период возникают проблемы, когда люди приходят с работы в вечернее время. Тем более в это время работает сельхозпредприятие, активно идет процесс дойки, переработки молока. И, соответственно, возрастает энергопотребление и идет снижение напряжения. И если в Коткинской электрической сети напряжение с года в год падает, то напряжение сельских бизнесменов и аграриев, касаемое высоких тарифов на электроэнергию, с каждым годом только растет. У меня в прошлый год электроэнергия была 13 рублей, дотация была 100 рублей. В этом году сделали дотацию 50 рублей, электроэнергию 39-60. Я должен получить дотацию 30 миллионов и 20 отнять из этой дотации, отдать жилком сервису на его развитие. Понимаете, при такой электроэнергии у нас через год здесь не только предприниматели, рыбков загнется. Сделайте, говорю, нам одинаковую электроэнергию, чтобы я был конкурентоспособен, что в городе предприниматели, что я здесь по 8 рублей. Почему тарифы такие высокие, на встрече с гражданами, пояснила заместитель главы Заполярного района по инфраструктурному развитию Надежда Михайлова. У нас тарифы у Северсовского района по электроэнергии 39 рублей, в Андреу 41 рублей, и выставка у нас здесь в Хангурии Каминге, у которого на Нарьяна стоит, такой же тариф. То есть у нас тарифы везде сопоставимы. Если говорим о уменьшении тарифов по сельхозтоваропроизводителям, да, раньше был тариф отдельный для сельхозтоваропроизводителям, был 13 рублей, но экономически обоснован был 39 рублей. Просто Северсовский район субсидировался, ну вот эта вот разница между экономически обоснованной и сельхозтоварные субсидировались. Сейчас, конечно, сельхозники у нас попали в такую ситуацию, когда у них субсидия за молоко уменьшилась, и тариф у них не субсидируется. Поэтому они сейчас вытащены, но это решает совместно проблему. Еще одна проблема, которая есть у жителей Коткина, особенно у ее старожилов, касается системы отопления. Людям высокого возраста приходится, как и в 60-е годы, топить свои дома углем. Добиваемся кочегарки. Мы все живем пожилые в нашей стране. Вот представьте себе, как уголь таскать. Очень тяжело, говорю. Конечно, у меня внуки есть, но они тоже все на работе. У нас есть уже кочегарки? Ну, там молодежь живет, там у них с отоплением. А вот мы-то сейчас самые пожилые остались тут на берегу, на самом воде. Тяжело. Я здесь родилась, здесь и живу. Конечно, могла бы уже давно на переселение попросить. Не хочу. Не хочет уезжать из родного поселка и заведующая местным магазином Леонида Канева. Но у молодой мамы проблемы с жильем. Я, допустим, хочу здесь построить дом, я хочу здесь жить. То есть земли мне пока еще не дали, не выделили. Как бы, да, нету по строительству, по ипотекам я, допустим, ничего не знаю. Не знаю, куда обращаться, там у кого чего спрашивать. Потому что я живу здесь уже три года, условия жилищные у нас неблагоприятные. Я живу с ребенками, с мужем втроем в однокомнатной квартире. Девушки-представители власти обещали помочь. Впрочем, как и другим жителям села, которых кроме возможностей индивидуального жилищного строительства волновали проблемы, касаемые обеспечения села бензином, возвращения безлимитного льготного проезда и низкая скорость интернета. Очень интересные вопросы люди задавали. Видно, что люди пришли со своими проблемами, очень давно накопившимися. Они эмоционально ими делились. Людей, даже молодых людей, волнует, что происходит у них здесь, в населенном пункте. И, наверное, некоторая критика даже, она не беспочвена. И властям есть над чем работать. Как заверил Юрий Мурадов, по итогам рабочей поездки все проблемы будут отработаны профильными ведомствами. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.